Продолжение следует... Мы устроили в Лондоне большой шаббат, центра еще не было, здания, то есть не было, но уже мы были там, Яэль была там, я был там, дети были там, я там был, мы работали, мы арендовали какое-то помещение, преподавали там, много людей пришло на шаббат, и мы его организовали, как бы целый уикенд такой организовали. И на эти выходные многие люди пришли к нам, и почему-то Рав увидел какие-то вещи про меня, которые были неправильными, они были связаны с моим эго и так далее. Рав мне это все рассказал, я это все принял, я знал, что Рав мне это говорит как бы по-хорошему и со смыслом, но со временем, я не знаю почему, прямо это было в пятницу, в середине молитвы в пятницу, Рав мне сказал что-то, что по какой-то причине я почувствовал себя просто полностью разрушенным, просто разрушенным, внутри я просто был просто разбит. Я сказал себе, может быть, я делал все неправильно, может быть, вообще неправильно то, что я в Лондоне сейчас и делаю то, чем я занимаюсь. Я не понимаю, не помню, что это конкретно было, но я как будто бы вообще полный задний ход включил и начал думать о том, что все со мной неправильно, начал думать. И в этот момент Рав все поменял, и Рав всем сказал, всем сказал очень много хороших вещей про меня, наоборот, и Рав очень приблизил меня к себе, он реально как будто мы были друзья много-много лет, буквально за секунду все это произошло. Я видел, как Рав это делал, много раз со мной и потом с другими людьми, которых я знал, которых я знаю. Большая какая-то трансформация происходила, где после этого наступал другой уровень связи с ним и со светом. Так вот это вот происходит на самом деле со всеми нами. Происходит в духовном мире. И это, на самом деле, имеет непосредственное отношение к Рошешане. Я вам расскажу, что это означает. Рав Ашлаг в главе «Эмор» дает объяснение. Он говорит, «В каждую Рошешану, в каждый Новый год, весь мир возвращается к своим истокам». Потому что, когда ты говоришь на иврите «год», это «шана», это идет от слова, происходит от слова «шоне», нечто, что повторяется. То есть «повторение», «мешанэн», это то же самое слово, которое означает, что оно вот как бы повторяется, повторяется. И Рав Ашлаг говорит там, что «шана» — «год», это «малхут», «малхут» — это сосуд, как мы знаем, «малхут» — это сосуд для света. И месяц, каждый месяц — это тикун этого шана, этого «малхута». То есть месяц — это как бы мужская энергия, мужчина, который помогает женщине быть готовой к совокуплению, к единению. То есть каждый месяц — это тикун «малхута». У каждого месяца свой определенный уровень тикуна или исправления «малхута». И 12 месяцев года — это как раз и есть идеальный порядок происхождения тикуна всего года, то есть тикуна «малхута». То есть если каким-то образом мы правильно будем поступать каждый месяц, если мы каждый месяц завершим там тикун весов, потом скорпиона, потом стрельца, потом козерога и так далее, и так далее, и мы сделаем все тикуны, то год будет заполнен, исполнен, он был полностью завершен, и тикун закончен, и «малхут» будет исправлен, и весь свет будет проявлен в этом мире. Произойдет гмар-тикун, то есть проявление всего света и финальное искупление. Но если год заканчивается, и мы не закончили свой тикун, тогда нам дается возможность снова исправить все в следующем году. И так это будет происходить год за годом до конца тикуны, до конца исправления. И вот что интересно, что здесь Рабашлаг говорит нам, что мир возвращается к истокам, к началу. И что происходит? Что если мы не закончили свой тикун, у нас есть снова возможность. То есть год возвращается, те же ошибки возвращаются, и эти же 12 месяцев у нас снова есть. Очень-очень важно понять следующее. Когда год возвращается к своему истоку, что за ситуация происходит? Ситуация следующая, что «малхут» и «зейранпин», они находятся внутри матери, внутри утробы матери. То есть представьте себе, мать — это бина, которая должна родить «малхут» и «зейранпин», и что происходит? Малхут и «зейранпин» возвращаются к бине. То есть первая фаза — это когда «малхут» и «зейранпин» как бы находятся спиной к спине. Если вы знаете историю того, что написано в Генезисе, в Генезисе, глава 1, 27-я строка, «Творец создал мужчину и женщину вместе». Вторая глава, у нас уже больше деталей, потому что в третьей главе у нас используется только слово «элухим». Все семь дней творения используется слово «элухим», которое имеет отношение к просто Бог. Во второй главе говорится «Адонай-элухим», и он использует слово «яцар». То есть первое слово «бара» — это «создавать», вторая глава, это «яцар», это «формировать». То есть есть слово «брия», да, «брия», мир «брия» — это «бина», как мы знаем, то есть мир творения — это «бина». А третья глава, он говорит о мире «брия», когда мужчина и женщина были вместе. Мир «яцара» — это еще одна следующая стадия проявления и реализации. Есть история в Генезисе глава 2, 22 строка, что Ева была создана из Адама. Там написано так, что он построил, создал женщину из Бока Адама. И в устном учении объяснение следующее, что в первой главе мужчина и женщина были вместе, как сиамские близнецы. Вы знаете, как два человека, которые спиной вместе, с двумя головами. Сиамские близнецы. Вы не знаете имя. Ну, сиамские близнецы он имеет в виду. Вторая глава, он их разрезает, как бы, отрезает, и вышла Ева. Он отрезал часть Адама, и вышла Ева. Здесь не просто «Элохим», а здесь говорится «Адона и «Элохим», потому что идет речь о мире формирования. То есть следующий уровень проявления и реализации — это разделение между Адамом и Евой. Следующий уровень — это когда он отрезает то, что называется «Несира». Это действие, которое называется «Несира» — это очень-очень важная вещь для понимания. Это очень важно для того, чтобы сделать большое исправление, большой тикун. В этот момент Малхут отрезается от Зейранпина, но он дает возможность Малхуту соединиться с Зейранпином по-настоящему. И это именно то, что произошло в этой истории со мной, как я объясню вам. Это со всеми нами происходит. Что произошло? Когда я хотел приблизиться к своему учителю, у меня была мысль, да, я могу приблизиться к нему, он очень особенный человек, я хочу от него учиться и так далее. Но у меня было много эго, что у меня есть, я же заслужил приблизиться к нему, что я недалеко от него, что чуть-чуть к нему осталось до него. Я должен приблизиться к нему и так далее. Да, он, конечно же, знает гораздо больше, чем я, и он не все мне говорит, и он видит абсолютно четко мои негативные характеристики. Поэтому связь между нами, это как в бене. То есть мы как бы, мы с ним связаны, да, но мы с ним спина к спине, я не вижу его лица. И он тоже моего лица не видит. И это означает, что у нас с ним есть связь, да, но он не все мне говорит. И я не все ему говорю. Мы с ним спина к спине. Если вы начинаете говорить друг с другом, находясь спиной к спине, это не очень хорошая связь. Вы знаете, что человек рядом, но вы на самом деле не близкие, хотя физически близки. Это первая фаза. И здесь, в этой фазе, вы строите эго и также связь. У вас есть связь, но есть эго. А потом что происходит? Есть фаза, где все, вам пора быть отрезанными. И учитель отталкивает вас, с тобой все неправильно, все неправильно. И он берет все суждения, всю негативность, которую он с терпением воспринимал раньше. Он терпимый, он с терпимостью. Он принимал всю мою глупость, всю мою тупость, то, как я себя вел. А теперь он уже не хочет ее воспринимать. Я тебе это возвращаю. Бери свою тупость. Я абсолютно от тебя отличаюсь. Я абсолютно другой человек. Я больше не хочу принимать твою глупость. Что происходит? Зей Ран Пин, в данной ситуации Рав. Он очистился от всей негативности, которую я ему дал. Вот это эго и все остальное. Он дал это мне. И мне нужно было с этим справиться. И для меня, я в этот момент просто распался на кусочки. Но после того, как я был просто разбит, если я выбрал свет в этот момент, то есть я никого не винил, не винился по его учителя, я не ушел в неправильную зону. Если я дал свету войти внутрь, и неожиданно Рав увидел, что я чертопрошел, и поднял меня из руин, потрясающий учитель, он многие вещи хорошие говорил. И после этого наша связь с ним была на другом уровне, на гораздо более высоком уровне. Вот что произошло с нами, между мной и Равом. Но это то, что происходит между Зей Ран Пином и Малхутом в духовном мире. И это происходит во всех историях, в истории каждой из вас. Формула любого фильма, который успешен, а фильм, на самом деле, любой, представляет в себе историю жизни. Есть, например, история любви, да, какая-нибудь? Да, проснулись? Да? Ага. История про любовь, да? История про любовь. Вы видите, они встречаются, все сложно, но они там перебарывают, всю историю они радуются, вместе же времени. Потом это все здорово, очень круто, очень круто все происходит. А потом, как что-то, может быть, что-то должно произойти, но не происходит, пока все вроде круто. Но они пока еще не вместе, а они немножко больше спиной к спине, потому что их связь чуть больше поверхностная, а потом какие-то проблемы возникают. У него тут проблема, у нее здесь проблема. А женщина говорит, ты мне лгал, если так говорить. Возникают проблемы и разделение. Да? Они берут эту негативность. Мужчина думает. Либо они вместе соединяются. Если они соединяются вместе снова, потому что каждый очистился, да? Зейранпин очистился, Малхут очистился, они снова вместе, потому что они вдруг поняли сообщение, они поняли урок, мы этим ошибкам, мы любим друг друга, мы должны быть вместе. Это объединение. Это на самом деле все отношения работают так, вся система работает так. Это называется несера. Несера — это значит отрезать. Первое — это быть вместе, но это реально не настоящая связь, потому что нет центральной колонны. Потом все разваливается. А потом, если мы делаем работу, мы делаем эту связь уже лицом к лицу. Это то, чего мы хотим добиться. Что происходит в эти 10 дней между Роша Шаной и Йом-Кипуром? У нас это время не серы, время того, что мы отрезаем. Мир возвращается к истокам. Это означает, что все вообще открыто. Потому что когда вы что-то строите, можно еще поменять. Если вы построили уже дом, уже трудно там поменять планировку, да? Можно только декорации какие-то сделать, украсть. Нельзя из 10 этажей сделать 20, или комнат больше сделать. То есть можно... Только ограниченное количество изменений, которые мы можем сделать. Так вот, за эти 10 дней мы строим программу на весь следующий год. А что происходит? Есть несера. Самая большая несера — это первый день Роша Шаны. Вторая по величине несера — это второй день Роша Шаны. И третий — это Йом-Кипур. То есть, как вы видите здесь, эти два дня — это два дня Роша Шаны. И 10 дней, и Йом-Кипур, мы будем о нем говорить в отдельной лекции. Но что происходит? Что несера, то есть отрезание, когда нас отрезают, нас отрезают, и у нас в руках весь суд. С одной стороны, это время суда. Это как будто бы я, когда Рав мне рассказал о том, кто я такой на самом деле, я чувствовал себя полностью разбитым. И это и происходит эти 10 дней. Но что происходит, когда мы чувствуем себя разбитыми? Мы будем винить Зейранпин, или будем давать свету, исцелить меня? Мы будем смиренными. И это наш выбор. Так вот, это и есть выбор Чувы, время Чувы, время раскаяния. То есть, я не пытаюсь смотреть за пределы себя и винить кого-то. Я просто даю возможность свету меня исцелить. Я хочу соединиться со светом. В этом и есть мое намерение. И тогда что происходит? Тогда приходит любовь. Единение. Полное единение. На самом деле происходит в Симхат Тора. И это праздник 22-й день после Рошашаны. Симхат Тора. Но что я хочу здесь сказать главного? Что несира — это самая большая возможность все поменять в позитивную сторону. То есть, если умрет человек или будет жить, на самом деле это определяется в эти 10 дней. Будет ли он богатым или человеком, это определяется в течение 10 дней. Вся энергия, которую человек будет обладать в течение года, определяется в течение этих 10 дней. Потому что у Малхута два пути контроля над реальностью. Либо реальность будет изменяться через боль и страдания. Это один из способов, как мы можем очиститься. Либо нам будет дано время, жизнь, богатство. И мы... У нас все будет хорошо. Мы будем меняться вместе с жизнью и с богатством. Но если Малхут видит, что мир не может без тикун проделать свой без этого, то будет страдание. Если мы говорим о мире, например, вот Вторая мировая война, когда 55 миллионов людей погибли, что произошло в те годы? Малхут видел, что нет другого способа, кроме войны, чтобы изменить ситуацию в мире. Каким-то образом нам не удалось поменять Малхут, чтобы он вышел из суда. В другие годы, когда все было хорошо, все было прекрасно, это было потому, что Малхут был в другом месте, в другом состоянии. То есть у нас на самом деле есть потрясающая возможность для всего мира и для каждого из нас измениться. то измениться так, чтобы нас контролировало милосердие, а не суд. И это имеет отношение к каждому человеку. В ней может произойти что-то через много энергии, через богатство и жизнь, либо через отсутствие энергии, то есть смерть и бедность. Поэтому мы хотим сделать все возможное, чтобы это изменить. Нам на прошлой неделе сказали, что есть огромная разница между этим судом и судом, который мы спим. То есть, когда мы не спим, мы можем понять и определить, как мы можем усластить этот суд. И самый большой инструмент для этого — это шофар. Именно поэтому Раб Ашла говорит нам, что мы здесь делаем два тикун, два исправления. Он говорит, что мы делаем два исправления с шофаром. Поэтому митцва шофара — это на самом деле слушать голос, который выходит из рога. Все вы знаете, что такое шофар, это этот рог, да? Может, это не очень видно здесь? Слушать звук шофара на Рашишану с особенной медитацией, мы можем усластить все суды не серы, этого отрезания. И мы это можем по-настоящему пройти без страданий, то есть по-настоящему. Как этого добиться? Как нам это сделать? Мы это прочитали в Зуаре, я не перевел. Здесь говорится, когда люди пробуждают голос шофара и перемены, потому что весь смысл шофара — это, ребята, проснитесь, не спите. Это смысл шофара. Проснитесь. Жизнь, она не то, что мы притягиваем в физическом мире. Дело-то не в этом. Этот мир, он — мир изменений. Этот мир должен стать сосудом для гораздо большего света. Мы можем получать больше и давать больше. Мы гораздо больше, чем просто животные. Мы можем так много добра сделать. Мы просто божественные создания. Проснитесь, не спите. Голос шофара имеет силу нас пробудить. И он говорит нам здесь, что этот голос поднимается в мирах и пробуждает другой шофар, то есть бину. Потому что одно из имен бины — это шофар. Не физический шофар, а духовный шофар. И тогда пробуждается милосердие. И уходит суд. Очень интересно, очень интересно, потому что, с одной стороны, это день суда. То есть что происходит? Как будто бы, как Рав дал мне всю мою негативность. Он сказал, давай, имей с этим дело, сам разбирайся со своим эго, негативностью. Я все скажу. Это день, когда все люди мира проходят через суд. И праведники, и злодеи их судят в этот день. Именно в этот день они получают все. Добро или зло. На добро или на зло. Хорошее или на плохое. Есть люди, которые в середине, они могут измениться еще до Симхатары. Но смысл здесь в том, что в нас тоже смесь, в часть нас полностью праведная. Когда люди меня, например, когда люди меня просят о помощи, мне всегда, помогая им, ну, например, в другой части моей жизни, я могу быть просто злодеем. Я ленивый. Я никому не хочу... Я не хочу меняться. Это моя жизнь и так далее. Так я себя веду. Я злодей. В Роша-Шану уже решено, что здесь происходит. Правильно? С этой частью. А есть вещи, которые у нас посерединке, где-то временами злые, временами нет. И эту часть у нас, на самом деле, есть шанс изменить до конца праздников, до Симхатары. То есть крайности они получают в суд в этот день, а остальное можно исправить. Так вот, как мы можем брать суды и менять их, хотя это и есть день суда, и которым мы получаем всю негативность? Давайте посмотрим, как это можно сделать, как это работает. Иуд Кей-Вавки. Смотрите. Это Ют Кей-Вавки, которые представляют, олицетворяют для нас Хохму, Бену, Зеран Пин и Малхут. Малхут — это сосуд. Сосуд, который хочет жить, который хочет получать удовольствие, который хочет все, чего хотим мы. Это наше желание. Это человечество в целом и каждый из нас в частности. Чем хочет быть наполнен Малхут, если вы учите Талмуд и Сосферот, вы знаете, он хочет получить свет Хохмы. Мы хотим свет Хохмы. Это то, что мы хотим. Буква Хэй, которая вот здесь выглядит так же, как эта, это Бина, то есть желание дать, желание насладить. И свет, который мы хотим, что мы хотим? Он называется... Это свет Хохмы, свет мудрости, а это свет милосердия, Орхасадим. То есть сосуд для желания давать, это свет для света милосердия, а весело для желания получать, это свет мудрости. Я задаю вам вопрос. Есть ли цимцум, связанный со светом милосердия? Как вы думаете, есть для света милосердия цимцум? Свет милосердия, свет Хосадим, это дающий свет, который делится. Почему может Малхут сказать этому нет? Нет причины, потому что весь цимцум, это отсутствие хлеба стыда, если ты хочешь делиться. То есть свет милосердия не создает проблемы. Единственная проблема, почему есть цимцум, разделение, он никогда не связан со светом милосердия. Вы должны это помнить. Свет милосердия, он не ограничен ни в чем. Если хотите этот свет милосердия, можете получать его бесконечно. Проблема всегда со светом мудрости, потому что в нем есть желание получать, и там есть желание получать, значит, есть цимцум. Если хочешь получать для себя, значит, есть цимцум. А как очистить сосуд? Когда Малхут отправляется на уровень бины, это та же самая буква, хей и хей, что происходит? Все желания получать уходят, потому что корнем желания получать является желание отдать. И я в этот момент связан только с желанием дать. А желание дать, это означает даже, что я не хочу жить, я всего отпускаю, все отпускаю, просто хочу отдать, отдавать. Я уже о себе не думаю вообще. И это и есть бина. Поэтому в этот момент мы получаем только свет хасадим, свет милосердия, и мы не получаем свет мудрости. Но в тот момент, когда мы получаем только свет милосердия, негативность вся очищается, потому что нет суда, нет цимцума, потому что цимцума, это и есть суд. Цимцума, это что? Как я говорил раньше, почему-то это заслужил. Некий прокурор говорит нам, дает нам все, перечисляет все нам проблемы, которые мы вызвали. Если я не хочу ничего получать, если я хочу только делиться, нет никаких жалоб, нет суда. Суд ушел, потому что вы находитесь в месте любви, не в том месте, где ты хочешь получать, а в месте, где ты хочешь давать. То есть, когда Малхут появляется, отправляется к своему истоку, то есть к бине, к желанию дать, там нет негативности. Она очищается. Теперь, дайте мне вам, я вам расскажу, как это работает, что объясняет Зуар. В обычной ситуации, если вы изучаете каббалу, хохма — это весь свет, там все, там свет мудрости, свет жизни, полностью там проявление всего того, что Творец хочет дать сосуду. Бина — это вторая фаза, второе состояние. Бина говорит, я не хочу получать, я хочу только давать. Это как в микву идти. Вы не хотите дышать, вы просто хотите быть в воде. Только милосердие. Я не хочу для себя ничего получать. В этот момент, бина, вы видите лицо, а лицо смотрит вниз. Я не хочу смотреть на хохму, я не хочу хохму, я хочу только давать, я хочу только зеранпин. Все, что я хочу, это зеранпин. И мне плевать, жив я или нет, я хочу только делиться сам. Последнее я хочу отдать. Это как мать, которая заботится о ребенке, она вообще о себе забывает, она хочет только давать. Даже если она рискует жизнью. И это вот, этот момент и есть. Это бина. Зеранпин – это свет милосердия, чуть-чуть света мудрости, а Малхут – это когда желание говорит, «О, у меня было так много, я хочу свет мудрости, свет хохмы». А что происходит, когда звучит шофар? Во-первых, когда мы делаем чуву, то есть раскаяние, о чем говорит Зуар в начале, это означает, что мы возвращаемся в наши истоки. А истоком всех наших желаний является желание дать. Они все начинаются с желания дать. То есть мы возвращаемся к чистой версии себя, которая говорит, «Не хочу ничего получать, хочу только давать». Если вы хотите пример, дайте я вам дам пример. Например, на прошлой неделе тот же пример давал вам. Есть, например, человек, который неожиданно отправляется на вечеринку или в какой-то клуб, он напивается и делает всякие глупости. Такое происходило когда-нибудь с вами в России? Никогда. В России никогда. Я понимаю. В мире где-то происходит такая чушь. В России нет. Ну, то есть, так сказать, бухаем и тупим. И после этого на утро ты чувствуешь себя очень плохо. Плохо себя чувствуешь. «Я никогда не повторится». Говоришь себе, «Это никогда не повторится». Неделя проходит, другая проходит, ты этого не делаешь, ты это делаешь, чувствуешь, снова пустым себя чувствуешь. Потом снова повторяется это, напиваешься, тупишь и так далее. «Приходит Роша-Шана, и ты хочешь сделать чуву». Что такое чува? Ты говоришь, «Секунду, откуда у меня желание вот это берется нажираться там, на вечеринках и так далее?» Истинное желание, изначальное желание, оно не связано с тем, чтобы я получал, потому что это меня не наполнит. Мой источник — это желание дать. Поэтому я не хочу с этой энергией соединяться больше. Я хочу соединиться с моим желанием дать. Я хочу, чтобы у меня были настоящие отношения, а не придуманные, в которых я могу реально что-то дать, что-то развить. И даже хотя у меня ничего нет сейчас, я чувствую себя пустым, я верю, что свет мне даст все. И я хочу все давать. Если я ничего не получу, окей, ничего страшного. Будет момент, когда все будет хорошо. То есть я очень серьезно делаю обязательство перед собой не делать так больше. Почему? Потому что я хочу давать. В тот момент, когда я думаю о том, что я хочу давать, я пробуждаю вот эту первую часть, я становлюсь немножко как бина. Я становлюсь похожим на бину. К сожалению, это сознание удержать сложно. Поэтому у нас есть инструменты, которые нам помогают. потому что если бы человек мог в этом сознании находиться, он были бы полностью чудеса. Он нашел бы правильного человека и будут правильные отношения, которые начнут развиваться. И не нужно больше, так сказать, возвращаться в эту вечеринку, там, напиваться, там, находить себе партнеров случайных и так далее. И вообще не нужно тогда плохие привычки уходить. Потому что желание дать, оно всегда очищает это желание получать. Когда ты говоришь, я хочу быть каналом света, у тебя уходит желание получить. Что происходит? Малхут отправляется к бине. После этого, из-за того, что Малхут отправился к бине, бина ничего не хочет получать. Но из-за того, что Малхуту нужна энергия, бина хочет давать. Она же мать, она хочет своему сыну дать энергию. Поэтому бина говорит, мне нужна энергия, чтобы дать своему сыну. И лицо бины поворачивается к хохме. То есть, лицо сначала смотрит вниз, а теперь оно смотрит наверх, в сторону хохмы. Почему мне нужна хохма? Я хочу получить хохму для того, чтобы дать ее Малхуту, дать своему сыну. То есть, есть еще одна сфера, которая называется даат. даат — это объединение, то есть, неожиданно, есть это объединение между хохмой и биной, и этот даат также приносит свет к зеранпину и Малхуту. Свет хохмы и бины вместе, как хохма и бина вместе, зеранпины вместе с Малхутом, и весь свет хохмы через бину происходит в мерлене зеранпин и Малхут. то есть, мы меняем лицо направления бины. То есть, сначала бина говорит, я не хочу хохма, я смотрю вниз, и неожиданно бина поворачивается к хохме и говорит, я хочу жизнь получить для того, чтобы дать ее своим детям, потому что Малхут отправился к бине, пришел к маме. Поэтому все, что нам нужно сделать, это сделать чу-ву, это иметь желание быть как бина, а также слушать шофар. Я объясню, почему шофар все за нас делает. И делает это так, что мы после этого, через две недели, не становимся снова глупыми и не делаем глупости опять. И чтобы мы оставались в этом сознании. Шофара есть сила и мощь дать нам очень серьезный удар, когда мы находимся в этом моменте. И с нами это остается, и мы становимся другим человеком. Вы должны понять, что у Каббалы есть теории, это некие объяснения того, что плохо, что хорошо, что правильно, что неправильно, потому что многие теории, идеологии и так далее, они на самом деле приводят к тому, что мы делаем что-то не то. Например, человек говорит себе, слушайте, в книгах по психологии написано, в книгах по здоровью написано, что ни с кем не нужно быть долго, поэтому тусуюсь каждый день недели, нажираюсь и так далее. Но можно найти всегда объяснение, почему что-то нормально. нормально, но со временем, тогда ты никогда не найдешь своей половинки, ты создаешь сам для себя проблему. Есть теория, которая говорит о том, что типа наполовину неправильное, потому что быть в отношениях правильных, это хорошо. Каббала дает нам правильную теорию, хотя ее и сложно услышать. Как? Я не отправлю, мне не нужно идти на тусовку, в эту теорию сложно верить. А с другой стороны, вам дается энергия для того, чтобы это сделать. Шофар это как энергия, как наркотик, который мы получаем. Даже если мы начнем верить в новые теории, в которые вы хотите верить, вы открываете себя к тому, чтобы менять свое сознание. Тот наркотик, который помогает нам изменить себя, это наши инструменты, это шофар, это еврейские буквы, это зоар, это все и есть таблетки, это лекарство. Ты не знаешь почему, но ты принимаешь их и чувствуешь энергию. Может быть, любой, любой наркотик, любой, если у тебя боль, ты принимаешь морфий, тебе уже хорошо, ты не чувствуешь боли. Или у тебя депрессия, он принимает антидепрессант, и неожиданно он больше не без депрессии. То есть, наркотик работает, да? Лекарство работает. А вот это лекарство, шофар, и наши инструменты работают без побочных эффектов. Давайте посмотрим, как это работает. Есть три главных вещи, которые мы делаем с шофаром. И их нужно хорошо очень все услышать здесь. Первый тикун, это то, что мы делаем в бине, когда мы находимся в бине. То есть, мы подслащаем суды в бине. То есть, когда малхут поднимается к бине, то есть, мы делаем чуву и хотим давать, вместо того, чтобы получать, мы подслащаем суды прямо там. То есть, когда мы были спина к спине, не сира, а со временем станет, приведет к тому, что мы будем лицом к лицу. То есть, когда Раф со мной начал быть добрым. То есть, каждый из нас получает больше жизни. Когда мы начинаем лицом к лицу быть, а не спиной к спине. И первое, как мы к этому добиваемся, это слова, связанные с благословением, которые используются во время шофара. Это вообще сам вид шофара, вид рога, то, как он выглядит, слово шофар. Это все связано с биной, потому что шофар, это закодированное название бины. Теперь, как это работает? Вы знаете, что в корне всех негативностей всего мира лежат суды. Суд, у суда есть две части. Есть мужская часть суда, любого, есть женская часть суда. Что такое мужская часть? Это как мужчина, он там злится, расстраивается, пьет, хочет нажраться там вкусной еды, которая ему вредна. Это желания такие. Хочу плохие вещи про людей говорить, это неправильно, то неправильно. Это первое, как бы, первый уровень эгоизма, гнева, лени, злословия, негативность. Все. Это первое, так сказать, изначальное, да, с чего начинается все. Это мужская составляющая суда. Женская составляющая суда, это после того, как мы делаем что-то не так, тогда мы чувствуем себя в депрессии, мы не можем измениться, я никогда не поменяюсь, 20 лет, я уже делаю одно и то же, это женская составляющая суда. То есть, как бы, женская это результат, мужская это причина. Мужская часть говорит, иди, отправляйся на вечеринку, а после вечеринки, ой, боже мой, зачем я это сделал, не буду больше этого делать никогда, я в депрессии, это женская составляющая суда. Мужская и женская, вот так вот. Причина и следствие, это суд составляющая. мужская часть это больше эго, я заслужил, я заслужил, я могу позлиться, я хочу это удовольствие, это больше эго здесь, да? А другая, это больше депрессия, как бы, да? Вторая часть, это две стороны суда, любого, это эго и депрессия. Если у человека есть много эго, когда ты хочешь сказать ему, что что-то у него не так, он не хочет слушать, он как бы, потому что у него эго, но потом он в депрессии, потому что он ничего не хочет по этому поводу делать. Если у него хотя бы было бы, если бы он хотя бы хотел слушать и не был депрессирован, если бы он был, если он просто был в депрессии, если бы он был в депрессии, просто не было бы эго, это все очень сложно. Почему мы обычно не можем изменить? Потому что эти два вида суда нас атакуют. Шофар убирает все эти суды. Так вот, первый мужской шофар — это мем-цадик и так далее. На иврите, когда мы пишем слово, например, мы пишем слово «мансепах», если последнее буква «хав», она становится вот такой. Даже хотя можно на ивритском алфавите эту букву написать по-другому. Смотрите, слово «кетер». Этот «кав» — это та же буква, что и здесь, но из-за того, что эта буква конечная, она меняется из-за того, что она в конце слова. Это «хав-софит». Так вот, пять конечных букв, а эти буквы, которые меняются, когда мы пишем их в конце слова, они и есть самые сильные суды. Это можно долго объяснять. Но это пять главных судов. Их нумерология — «мем-нун-цадик-пэй-хаф» — вместе 280. 280 — их нумерология. 280 — это нумерология пара или суд, который называется «бык». Это мужская часть, мужская энергия. Это корень всех судов. Потом суд становится женщиной. Ит-шах — 320. Шах — что такое 320? Каждый из них. Это 63. 63 — это код бины. Каждый из нас. У каждого из них 63 ветви, которые проявляются. Что такое шах? Это все не цуцим. Не цуцим означает «искры». Когда искры схвачены негативностью, что происходит, когда мы делаем что-то негативное? Сатан говорит нам «делай, делай, делай, делай это». Куда уходит твоя энергия? Она идет в сторону сатана. Например, я, например, говорю вам принять наркотик какой-нибудь. И вы становитесь наркоманом. Вам нужен наркотик. Давай, прими, попробуй. Тебе клево будет. Бери, принимай. Принимаешь наркотик, энергия не идет к тебе. Ты две секунды себя хорошо чувствуешь. А кто принимает твою энергию после этого? Ты, сатан, отдал всю энергию. А потом ты стал наркоманом, потому что наркотики тебя призывают. Потому что сатан забрал эту искру света. И ты чувствуешь себя депрессой, так далее. Это связано... Это, на самом деле, со всем связанных, чему мы имеем пристрастие. Тридцать двадцать — это искры как раз. Каждый из них, это... Каждый из этих букв дает шестьдесят три буквы, шестьдесят три искры, которые все вместе дают триста двадцать. И Каббала объясняет, это тридцать два умножить на десять — это тридцать десять сферот негативности. То, что мы называем на иврите — хамор или осел. Это бык, а это осел. Акс... Что он делает? Когда он, например, вспахивает землю, да, он против трения борется. Ну, когда он вспашивает землю, да, бык на быке. А трение что такое? Трение — это эго. А осел что? Он берет на себя тяжелый груз. Он борется против тяжести, против грусти. Это бык, это осел. Понятно? Осел — это мужская... Ой, то есть бык — это мужская, а осел — это женская. Как шофар это исправляет? Он берет все, и эго из корня, а также то, к чему ты привязан, негативности, к которой ты пристрастился. Он это все очищает. Как? Шофар — это шинвав на иврите. Шофар держится одной рукой. Дайте мне, пожалуйста, шофар, он там лежит. Видите этот шофар? Когда вы его держите, вы держите его вот так. Рука, яд на иврите — это нумерология четырнадцать. В руке также четырнадцать косточек. Рука плюс шофар — это нумерология шестьсот. А что такое нумерология шестьсот? Шестьсот — это триста двадцать плюс двести восемьдесят. Мужское и женское. То, что говорит нам Арии. И когда вы увидите шофар, вы уже медитируете о том, что рука плюс шофар пробуждает бену, то есть отправляется в бене, бена заберет все мои суды, все мои желания, все мои негативности, и мужские, и женские, и эго, и депрессию, берет и то, и другое. Он отправляется в корню и меняет, как наркотик, который мы принимаем, как лекарство. Это первое. На иврите вы должны знать, что шофра... Видите слово шофра? Шофра — это означает красота. В тот момент, когда Малхут хочет только давать, Малхут становится гениально красивым. Человек, который злится, который ругается, он очень некрасивый. А когда человек хочет делиться, он счастлив, он хочет делиться, он очень красивый. Он становится прекрасным человеком. И когда Малхут красив, Зиран Пин хочет с ним делиться, он его любит. И когда мы становимся красивыми в этот момент, с шофаром, шофра — это красота, он делает нас красивым. Человек, который дует в шофар, он становится красным. Почему? Потому что огонь. Немножко слюна — это вода, огонь — это лицо, и выходит воздух. И три из них дают, соответственно, полный баланс. То есть огонь, вода и воздух. Другие коды, о которых я хочу вам сказать. Мы знаем, что имя Творца, которое связано с судами, — это Элохим. Помните, что в первой главе Генезиса там только Элохим, там нет еще Адонай, потому что Малхут и Зиран Пин спиной к спине находятся. Помните? Там только суд, там только Элохим. И мы хотим трансформировать суд Элохима. Элохим — это множественное число, то есть много богов. Может быть, Элохим — настоящий Творец, но также может быть Элохим некоторой возможности негативности войти туда, потому что их может быть много. И так мы можем много всего негативного получить. Так вот, есть три способа написать Элохим. Можно написать Элохим вот так вот, выписывая их полностью его. АЛЕФ, ЛАМЕТ, ХЕЙ, ЮДМЕМ. То есть вы как бы прописываете их по буквам. Это буква АЛЕФ, но когда вы прописываете ее буквами, АЛЕФ, вы прописываете, как звучит слово, прописываете транскрипцию буквы АЛЕФ, транскрипцию буквы ЛАМЕТ, ХЕЙ, ЮДМЕМ. Когда вы пишете так, это триста. Это шин и слово шофар. Когда вы просто пишете Элохим вот так вот, 86, ПЕЙВАВ, 86, ШОФАР и РЕЙШ, это когда вы пишете Элохим, это самый худший суд. Когда вы пишете АЛЕФ, АЛЕФ, ЛАМЕТ, АЛЕФ, ЛАМЕТ, ХЕЙ, АЛЕФ, ЛАМЕТ, ХЕЙ, ЮД, АЛЕФ, ЛАМЕТ, ХЕЙ, ЮДМЕМ. Когда вы пишете его вот так вот, две номерологии 200, РЕЙШ. То есть шофар отправляется в сердце сатана и удаляет, взрывает сердце сатана. То есть если вы реально правильно работаете с шофаром, вы становитесь полностью другим человеком. и некоторые проблемы могут просто уйти вообще. Я знаю точно про себя, что я стал абсолютно другим человеком, потому что я просто потерял интерес к тем вещам, в которых я был до шофара и заинтересован. И мне стали интересовать абсолютно другие вещи, которые не интересовали раньше. Я знаю, что это из-за шофара, и что я стал, я переродился, я стал новым человеком, это новое здание. Все по-другому. Каждый год Малхуд возвращается, те же ошибки возвращаются, но если мы сделали исправление, то они уже не возвращаются. И у нас, на самом деле, именно в первый день Решешаны мы можем сделать исправление больше, чем в любой день в году, потому что это день суда, мы его трансформируем с корня, и больше сатана нет. И за эти 10 дней чувы, 10 дней, это кетер и хохма, первые два дня кетер и хохма, это и есть корень, это корень. Если мы хотим измениться там, мы становимся просто другими людьми. Мы не такие уже, как раньше были. Итак, мы можем увидеть, как это выглядит. Здесь очень все узко, здесь широко. Понятно? Узкое, широкое, видите, да? В псалмах царя Давида написано, в псалме 118, я зову из своей цары свои проблемы, и Творец широко мне отвечает. Царот и цар, одно и то же слово. Проблема и узкое. А wide, это широко. То есть цара, это всегда Elohim, а юткей, это юткей из юткей в авкей, это лицо Творца, когда он меня любит. То есть когда я как рав, который стал моим другом. То есть мы берем узкое место, где все суды, и голос, который идет из широкого отверстия, в нем есть сила войти в сердце Сатана и пробудить нас. Голос, который выходит из широкого отверстия. Этот голос имеет силу зайти в вашу душу. Это не интеллектуальное упражнение, это пробуждает вашу душу. Проснитесь, война идет. Есть смысл в этой жизни. Это не просто, так сказать, тусить. Именно поэтому называется цар узкой и к широкому мархав. Я зову тебя из узкого места или из проблем, и я меняю их на широкое. А здесь также, совпадение, это же также в месяц весов. Это не случайно. Весы — это баланс. А что такое баланс? Это избавление от суда. Суд — это когда у тебя весы плохой, хороший, плохой, хороший. А баланс — это не слишком горячий, не слишком холодный. Все сбалансировано. Мы хотим сбалансировать нашу жизнь. А баланс — это соединение с древом жизни. Когда мы соединяемся с древом жизни, мы знаем, сколько мы знаем, когда, мы знаем, как, мы знаем, все знаем. Я просто знаю. Моё сердце знает, что делать. Я живой. Я мудрый. Я просто соединен. То есть, изун — это и есть первый день месяца весы. Весы не знают, как решить из-за греха Адама, что принять. Плохой, хороший, плохой. Но мы также исправляем грех Адама в этот первый день и привносим, становимся Зерон Пин лицом друг к другу. Вот. И мы воссоединяемся. В голос идёт ко мне в ухо. Вы знаете, что такое ухо? Ухо — это бина. Глаза — это хохма. А где у нас жидкость, которая находится, связана с балансом, которая отличается за баланс? Жидкость. Жидкость здесь находится. Здесь есть жидкость. Откуда я знаю? Почему я думаю? Есть жидкость, которая связана с балансом у нас здесь. Здесь около уха. Когда вы слушаете голос Шуфара, оно отправляется к вам в ухо. Видите? Это рог вот этого существа. Это его рог. И, так сказать, рог-то тоже из уха растёт. То есть там есть особый подход, как звук Шуфара разрушает клепу и создаёт баланс. А баланс — это что такое? Я знаю, как решить. Мне чётко понятно всё. Я всё вижу. Суда нет никакого. Я не сужу. Я знаю. Теперь вторая часть — это нам нужно всю энергию из бины привнести в Зейранпин и в Малхут. Мы должны притащить эту энергию. То есть мы поднимаемся, соединяемся, но потом мы должны это притянуть вниз. И это мы делаем через медитации. Разные медитации, связанные с тем, как мы дуем в Шуфар. Три разных вида. И четвёртое — мы должны сбить с толку сатана. Потому что что такое сатан? Сатан — это сомнение. А что такое сомнение? Как весы, которые не знают, что делать. Туда-сюда, туда-сюда. По жизни. Когда ты не знаешь, что делать, это значит, что ты не связан со светом. Потому что когда тело, оно же автоматическое. Реально? Но когда мы не знаем, это значит, что у нас есть сомнения. Убрать сомнения? Как можно убрать сомнения? Когда ты находишься в семи нижних сферах, сомнения есть. Но в Бене сомнений нет. Как я вам говорил, 63 связано с Беной. Когда ты пишешь U, K, V, K. Вот так вот. U, K, V, K. И прописываешь их, да? В нумерологии 63. Если просто написать Vavdalid, это называется Milud, да? Vavdalid, Yud. Это сосуд, как бы, да? Milud. Это 37. Вместе дают 100. Нам нужно 100 раз подуть в шофар. 100 раз. И 100 звуков шофара создают определенное количество голосов, которые путают сатана. Мы, вместо того, чтобы мы были весами, мы... Сатан становится весами. Он сам начинает сомневаться, сомневаться, сменяться и исчезает. Потому что сатан приходит с приговорами, говорит, я, так сказать, иду с... Вот мои, так сказать, следствие мое. И неожиданно сатан теряется и не может говорить, потому что и вдруг творец оказывается рядом. Мы, на самом деле, сбиваем сатана с толку, и он не может результаты следствия своего говорить. И когда обвинитель не может обвинение свое произнести, то есть сатан становится, как обвинитель, он становится запутанным, а мы, наоборот, все хорошо у нас, мы со светом. Понимаете, здесь противоположность есть. Потому что я о себе не думаю, я счастлив. И так это и работает. Это... Мы разбиваем все сомнения. Это просто объяснение того, о чем я вам говорю. Юткей-Вавкей это 63, Милуй это 37, а здесь вы видите, что каждый из них 63, это Бина, 72, это Хохма, 45, это Зеранпин, 52, это Малхут. Мы потом это детально объясним вам тоже. Просто вам показываю. Хотите сейчас посмотреть? 63, 37, это Милуй. Это просто Вавдалет, Ют, Милуй, это означает наполнение. Без Юткей-Вавкей, без 26. Вот так мы путаем сатану. А как нам принести с собой свет, просветление, которое мы получаем в Бине? Суд, суд это когда мы умираем или когда мы спим. А есть еще также Рошашана. Потому что в Рошашану мы тоже умираем либо засыпаем. Зеранпин, когда мы спим, это тоже Несира. Душа наша когда мы спим, она поднимается и говорит, все суды остаются в теле. Душа очищается, может очиститься, и со временем она получает энергию. А тело не получает энергии, потому что она находится в энергии суда. А потом душа возвращается в тело и наполняет его энергией. И неожиданно у тебя есть куча энергии, потому что Зеранпин прочистился, а Малхут отдыхал. И потом, когда Зеранпин вернулся в Малхут, душа вернулась и наполнила энергией. Что происходит во время пробуждения Софара? Голос приходит к нам в уши. А что за голоса? Вы знаете, Творец с нами говорит все время, говорит нам, это дело, это не дело. Это же как навигатор. С этим человеком можно базарить, с этим нет. Работай или не работай. Работай потяжелее здесь, покрепче, а здесь не очень. Свет с нами все время разговаривает. Проблема в том, что мы не слушаем. Голос света, он очень такой, очень низкий, низкий уровень громкости. Мы должны громкость увеличить. Вы знаете, временами, вы знаете, временами, там еще на пять минут, на пять минут ты задержался в машине, там на парковке, да, и ты знаешь, ты знаешь, что нужно двигать с места, но ты не слушаешь этого желания и получаешь штраф. Вот этот, нам свет все время говорит, давай, двигайся, не оставайся на этом месте. Но мы этого не делаем. И для того, чтобы мы могли сделать наш тикун в бине, как Равашла говорил нам в начале, нам нужно все голоса принести с собой. Да, но мы должны их так бы привести вниз с собой из бины. Как мы это делаем? Есть два типа плача. один из типов плача является с он связан с мужской частью суда, когда вы волнуетесь, когда вы беспокоитесь, вы вот так вот плачете, да, А есть также плач, который идет после, после чего ты как-то делаешь, да, маленький плач, такой маленький, рыдание маленькие, да, это женский. Есть один звук, который происходит вот так, а есть другой плач, да, как если мы после, как будто после мы плачем, да, маленькие такие рыдания. Это два типа рыданий. Один из них связан с гвурой, это мы здесь видим, гвура, это источник судов, это мужская составляющая, а другая это женская часть, когда человек плачет много, мелочи, которые он не может дышать. Это два типа. Почему они разрезаны на кусочки? Потому что суды, они же тоже нарезаны, оно не длинное. Длинное это единство, это любовь. Поэтому длинное в начале, длинное в конце, в начале идет Авраам, потом в конце длинный звук это Яков. Это в основном милосердие, хотя это центральная колонна, но это все позитивное, как сэндвич. Негативность она в середине содержится. Негативность вы как бы ловите ее, она огружена теферитом и хэседом, то есть позитивностью, и то есть все становится ради того, чтобы делиться, то есть вы не даете негативности выйти. Временами только право, временами только это, это и это, временами все четыре вида плача шофара. Сначала это два типа, временами это только этот суд и временами только этот суд. И сначала нужно и после нужно делать тикия длинный звук. Это длинный звук. Есть длинный звук и есть раздробленные звуки. И вам нужно понимать, когда вы слышите т-т-т-т, это мужская сторона, т-т-т-т-т-т-т-т, это женская, одна это эго, другая это депрессия. Очень просто. Один до того, как вы сделали что-то негативное, второй после того, как вы сделали что-то негативное. А теперь как это происходит? Есть сто звуков шофара. Они разделены на тридцать связанных с Авраамом, тридцать с Исхаком, тридцать с Яковым и десять с Давидом. Десять с Давидом, с Малхотом. Тридцать, тридцать, тридцать и десять. Первые тридцать, они все связаны с негативной, с видом негативности, которая называется идолопоклончество, которая является корнем всей негативности. Она начинается с того, когда мы думаем, что света нет и мы работаем ради чего-то другого, ради денег, ради власти и так далее. Другие... И это есть энергия Авраама, потому что Авраам разрушил идолов, он вернул единого Творца в мир и так далее. Здесь все про милосердие, про то, чтобы делиться. Вторая, вторая тридцать, это Ицхак. Ицхак это исправление, связанное с смертоубийством. На русском здесь правильно написано тридцать, связанное с Ицхаком. Это смертоубийство? Есть другой порядок, Но у Ари он меняет их местами. Обычно Ицхак связан с смертоубийством, обычно Яков связан с инцестом. здесь связь со всеми неправильными сексуальными отношениями и другими отношениями, которые неправильные, которые создают негативных детей, негативный результат. Это как инцест. Это Ицхак это исправляет. А Яков это не убивать, исправление смертоубийства. Левая, правая и центральная колонна, они всегда в таком порядке идут. Правая колонна связана с благополучием, левая колонна связана с здоровьем, центральная колонна с отношениями. Это всегда все, что у нас есть в жизни. И исправление происходит именно так. Каждый из них есть кьяшваринтруа три вида плача. Каждый из них правая в правой колонне есть в правой колонне есть левая правая центральная то есть есть правая сторона правой колонны центральная сторона правой колонны то есть это все подразделение одного и того же. Я попробую снова объяснить. Вот это правая сторона, потом левая сторона, левая колонна, потом третья центральная, правильно? Каждая из них также разделяется на правую центральную, левую центральную, правая, левая центральная. И каждая из них также имеет правую центральную и левую. Правая, левая, центральная. То есть То есть, если взять эту, это правая, правая сторона, правой, правой, правой. То есть, такая иерархия. Правая сторона, правой стороны, правой стороны, правой стороны. А это левая сторона, правой стороны, правой стороны, правой стороны. Это некая иерархия, но это все в балансе. Я вас совсем потерял, да? Вы потерялись полностью? 30 правых, 30 левых, 30 центральных. Внутри тридцати есть десять-десять-десять-десять. Это десять... И внутри десятки тоже есть три-четыре-три. Три, связанные с правым. То есть всегда вот это вот... Это как... Ну, поверьте мне, здесь все работает. Можете потом это посмотреть на все. Последнее, что я хочу сказать. Есть три места, где мы как раз используем шофар. Четыре места. Первое — это после чтения Тора. Это связано с Авраамом. Второе — во время Мусафа, когда мы делаем дополнительные молитвы для Роша Шаны. Когда мы повторяем Мусаф, это третья группа звуков Зуара. И десятая — это в середине... И последняя, то есть четвертая. Это когда мы после Мусафа делаем кадиш. Во время молитвы Мусаф есть что-то очень особенное. Мы упоминаем десять стихов из Торы, вернее, из всей Библии, в которых мы говорим сначала про Царство Божье. Потом мы упоминаем, где Творец вспоминает разные вещи. Например, хорошее воспоминание Творца, то есть он вспомнил Ноя, не разрушил его и так далее. Мы там дуем еще десять. И после того, как мы говорим про все места в Библии, и в Торе, которые упоминают Шофар, когда говорят про него. И тогда мы снова делаем, соответственно... То есть в Мусафе то же самое. И в его повторении то же самое. Почему? Потому что это Малхут, Зеранпин и Бина. Мы идем от одного уровня до другого. От Малхута до Зеранпина до Бина. Малхут — это когда мы принимаем Царство Божье. Зихронот — это мужская энергия, это Зеранпин. Шофар — это Бина, это как мы говорили раньше. Мы здесь говорим, на самом деле все очень просто. Хотя это, может быть, вы запутали. Сейчас я повторю всю лекцию снова. Сейчас я заново все повторю. Быстро повторю, окей? Быстро. Что происходит? У нас есть возможность построить себя заново, построить программу на будущее. Все можно изменить за эти 10 дней. И поэтому у нас есть месяц Элюла, который помогает нам подготовить себя для того, чтобы, когда мы пребудем в Рашону, мы были готовы. Для того, чтобы мы могли самую большую перемену сделать. Именно поэтому мы хотим быть в Кабала-центре 100%, чтобы слышать шофар. Абсолютно. Со всеми медитацией мы должны быть здесь, чтобы изменить всю жизнь. Самое главное, это делать чува. Это решить, что мы не хотим больше тупизмом заниматься, которым мы занимаемся обычно. Сделать список вещей, которые нам нужно поменять, которые вы хотите взять на себя обязательства, изменить, чтобы стать лучше. Вы, конечно, можете список всего сделать, но решите хотя бы точно, что вы хотите изменить несколько вещей. Большие вещи, маленькие вещи, что угодно. Потом используйте технологию. А как технология работает? Есть Несера. То есть Малхуд получает весь суд. А Зерампин очищается. Душа как поднимается наверх, очищается, а потом возвращается в тело для того, чтобы его пробудить и наполнить энергией. Что мы сделаем здесь? Мы хотим пробудить шофар для того, чтобы изменить направление лица, куда смотрит Бина. Она смотрела вниз на Зерампин, а сейчас она смотрит на Хохму, для того, чтобы получить благословение для своего сына Малхута. А как мы это делаем? Во время Бины мы медитируем на мужчину и женщину, как он выглядит, узкий и широкий, элохим, разные всякие медитации, связанные с этим. Вы можете просканировать. Вы это все изучаете со мной. Это уже идет в ваше подсознание. Вам не нужно помнить эти детали. Если вы остановите меня и спросите, я вам могу сотни медитаций рассказать. Но когда я это делаю, я просто это знаю. Мне не нужно это помнить. Оно уже там. У меня руах мой помнит. Уровень моей души руах помнит. Я как бы в теме, понимаете? И то, что вы это изучаете, когда вы услышите шофар, это все активируется. Это просто поможет вам связаться с тем, что вы изучаете сегодня. Это все происходит в бине. А теперь вы должны вернуть голоса, чтобы проснуться. И вы медитируете. Когда вы слышите длинный голос, длинный звук, цельный звук — это позитив. Когда раздробленный звук — это суд. Один мужской, другой женский. И в конце всех ста звуков шофара мы медитируем, чтобы мы соединились с древним жизнью, с биной, и избялись от всех сомнений, и отдали все свои сомнения сатану для того, чтобы с толку сбит был он, а не мы. Все? Просто? Нормально? Все окей? Кто сбит с толку? Вы или сатан? Спасибо большое. Вопросы есть? Вопросов нет. Да, не повторяйте, пожалуйста, снова.